В зависимости от того, куда мы пытаемся ударить, персонаж наносит соответствующие удары, либо руками, либо ногами. Давай! То есть вверх, руками, да? По ногам, ногами. Всем привет, меня зовут Александр, и перед нами игра Scam. Scam это игра выживания с PvP, очень похожая на DayZ. Я записываю для вас раннюю версию, то есть, соответственно, игра выйдет 29 августа, у меня она выйдет чуть-чуть пораньше, просто потому что я уже где-то год списываюсь с разработчиками этой игры и слежу за ней немножечко. Давайте не будем долго разглагольствовать и сразу перейдем к обзору. Если вы обратите внимание, у нас уже есть и европейские сервера, и русские сервера, но на русских серверах сейчас ноль людей. Я предлагаю отправиться куда-нибудь на Европу, где меньше лагает, ну просто так хотя бы просто побегать и посмотреть, что там вообще происходит. Давайте подсоединимся сюда. Естественно, возможно, мы не встретим ни одного выжившего, потому что очень большая карта. Как я сказал, игра похожа на DayZ, то есть здесь есть зомби, здесь есть выживание, здесь есть крафт, лут, а также есть PvP. И в отличие от DayZ, значит, это DayZ на максималках. Что вообще такое скам? Какая у него предыстория? Мы с вами являемся заключенным, который, так понимаю, согласился участвовать в шоу на острове для развлечения большого количества людей, просто выживать. А нас там типа снимают и, ну, типа, это у нас такая свобода. Соответственно, вот это у нас создание персонажа. Создание персонажа довольно-таки прикольное, то есть здесь можно выбирать всякие разные татушки. Пол пока что менять нельзя, но в будущем, если не ошибаюсь, пол можно будет поменять. Опять же, мы можем выбрать любой возраст. В зависимости от возраста, обратите внимание, у нас модификатор наших скиллов изменяется. То есть модификатор силы, выносливости, ловкости и интеллекта. То есть, например, если мы поставим 50, то сила у нас просила полностью, да, зато интеллект поднялся, типа, мы умудрённые, да, жизнью. Соответственно, я предлагаю взять столько, сколько мне, то есть 34 сила, конституция. Странно, почему? Чё я такой тупенький, что ли? Ну, можно 40 лет зайти. Ну, ладно, не будем брать. Давайте возьмём 34. То есть так, как я и хотел. Сила у нас, получается, 4 очки можно перераспределить. Трогать это с вами не будем. Как видите, цвет кожи пока что изменить нельзя, но это всё буду добавлять, буду добавлять очень много. Дальше выбор у нас идёт навыков. И здесь у нас представлено по каждому из параметров сила, выносливость, ловкость и интеллект, сколько у нас с вами есть очков навыков. То есть мы сейчас можем их разложить. Можно выбрать боксинг, то есть здесь действительно можно боксировать. Здесь даже будут мини-игры, если не ошибаюсь, с этим связанные. Дальше у нас с вами есть это оружие, ну, в смысле это пистолет, хендган. Райфлс, это винтовки, естественно. Есть оружие ближнего боя, я предлагаю его выбрать чуть-чуть посильнее. Вот так вот. То есть у нас, видите, средний. И винтовки как-нибудь вот так вот, например, винтовки базовые. Дальше конституция. То есть конституция, естественно, выносливость. Мы с вами возьмём, наверное, среднюю выносливость. Всё среднее поставим. Мы с вами поставим средний бег, среднюю выносливость, наверное. И резистанс, то есть это сопротивление, поставим чуть выше среднего. Теперь навыки, связанные с ловкостью. Здесь у нас с вами стелс, то есть подкрадывание. И троин, это метание. Я предлагаю поставить всё точно так же. То есть что-нибудь типа вот так вот. Я не знаю, буду я метать лет, даже стелс повыше. И дальше интеллект. То есть у нас здесь с вами awareness. Это то, насколько мы хорошо будем замечать. Снайпинг. Ну, естественно, мастерство снайпера. Медикал, естественно, это медицина. Камуфляж, это то, насколько мы будем хорошо прятаться. И тектикс. Честно говоря, вообще-то что такое тектикс, я не знаю. Предлагаю немножечко это всё дело тоже поднять. Но хотя бы до базового уровня. Здесь во время выживания у нас с вами будут даваться нам очки. То есть то, насколько мы хорошо выполняем какие-то внутриигровые фишки. Там собираем предметы, сражаемся с зомбарями. Да, здесь есть зомбари. Кстати, игроки, которые погибают и остаются на поле боя, они потом встают в виде зомбарей. Ну, в смысле, не игроки, а их тела. А игрок, я так понимаю, будет продолжать играть. Дальше там уже с респауна. Ну и вот мы с вами появляемся в мире. Я думаю, что многие, кто следят вообще за жевалками, кто следит за новинками, тот про эту игру слышал. На табе у нас открытие наших параметров. Весинити, это то, что у нас лежит на земле рядом с нами, либо где-то в инвентаре. Ну, не в инвентаре, а в инвентаре какой-то, там, не знаю, ящика, шкафа или что-то типа того. Это наш инвентарь. Дальше справа у нас с вами слоты быстрого доступа. Руки, холтерсы, я честно говоря, даже не знаю, разберемся. Есть у нас, естественно, в игре крафт, то есть мы можем с вами много всего уже разного сделать. В будущем появится здесь... У нас даже компоненты какие-то есть, нет? А, нет, это просто типа выбрано вот здесь, вот здесь показаны, какие компоненты нужны. Дальше у нас с вами есть метаболизм, который показывает бешеное количество всяких разных наших статистик. То есть сверху слева как раз наши показатели, чуть ниже наши навыки. Дальше отслеживается наше состояние, BCO Body Minitor, отслеживается наше состояние. То есть больные мы, не больные, насколько мы подранены, что происходит? А, а вот и за нами начинают следить. Ну что ж, поехали отсюда. Собственно говоря, это, ну, как бы, это камера по большому счету, если я не ошибаюсь, да? То есть, как я сказал, это ТВ-шоу, развлечение каких-то там, я не знаю, ну, просто людей обычных. А мы заключенный, который согласился в нем принять участие, чтобы не сидеть в тюрьме. Так, и, соответственно, у нас есть вот такая огромная карта. Карта просто огромная, 144 квадратных километра. Предлагаю отправляться вот туда, если не ошибаюсь. Точки респауна относительно рандомные, но просто есть несколько локаций, где ты будешь спауниться. Так вот, как я и сказал, карта очень большая, в будущем сюда ведется еще и техника. То есть, ну, в ближайшем прям будущем, прям ближайшем-ближайшем. Мне вот интересно, эти грибы можно собрать или нет? Да, это можно собрать и съесть. Прямо просто вот так вот сразу, отлично. Потому что нам, естественно, нужно здесь пить, есть. У нас с вами есть температура тела, нужно будет согреваться. Снизу, слева у нас с вами здоровье, выносливость, как раз эндуренс, то есть наша усталость общая и гидрация, если не ошибаюсь, в самой нижней. Это я сверху не перечислил. Так вот, сюда, естественно, будет введен транспорт в самое-самое ближайшее время. То есть разработчики планируют не затягивать с этим. И здесь нет вот такого, знаете, спринта на шифте. Здесь можно идти пешком, бежать чуть быстрее, еще быстрее, еще быстрее. Ну, то есть вот это вот максимальная скорость. Вот это уже самая максимальная скорость. Но когда мы вот так вот с вами бегаем, у нас заканчивается выносливость очень быстро. То есть там даже такие эффекты классные, кстати. Давайте, давайте, что это такое? Это какой-то гриб опять. Я не хочу белый гриб есть, белый гриб опасный вот так вот есть. А вот и наша первая цель. Ну что, попытаемся с ним сразиться? Не знаю, что из этого получится. Потому что я еще ни разу в этой игре не сражался. Можно от него, естественно, выворачиваться, но у нас заканчивается выносливость. Нужно ловить момент, чтобы бить его. И чтобы он не ударил нас. То есть здесь есть бокс вот такой, как видите, удары руками, ногами. Соответственно... Все. Мы его уронили. Только не забили, но пока что просто уронили. Тихо, тихо, тихо. Нам нельзя ему дать ударить нас. Да, хорошо, на четыре. Просадил, не страшно. Давай! Все. Так вот, боевка прям очень разнообразная. Как вы видите, удары руками, ногами в разные части тела. Игра мега-мега проработанная. Я вот прям с полной ответственностью говорю, что такой проработанной игры вы, ну, мало где встретитесь сейчас в таком хорошем состоянии. Так, мы с него находимся. Какие-то вещи, кстати, можно... То, что мы с него собрали, сейчас быстренько посмотреть через инвентарь. Правда, я хотел посмотреть, что у меня вообще происходит. ЭКГ, это у нас, естественно, сердечный ритм. Ну, здесь все довольно-таки так сложно понять. Легче поднимать просто по шкале. 97 здоровья, то есть потихонечку лечимся. У нас никаких кровотечений нету. Он нас не подранил, то есть все хорошо. Давайте инвентарь. Соответственно, здесь есть камуфляжный жилет на нем. Икипровать. И вот мы с вами переоделись. Небольшие армейские боевые ботинки, штаны рабочие и камуфляжный жилет. Мы с вами хотя бы больше не выглядим, как какой-то заключенный. Давайте глянем, что вот это за куча такая. Секунду. Я справа что-то слышал? Или мне показалось? Да нет, нет, я тут абсолютно точно что-то слышу. Вон еще один. И тут есть такая штука, что мы можем похудеть, потолстеть. Соответственно, против нас могут встречаться худые вот такие зомбари, более толстые. Иди сюда. Ну давай. Чем более худой зомбарь, тем он более быстрый. Чем более толстый, тем он сильнее, но при этом тем он медленнее. То есть, как видите, вот это прям, это быстрая версия. И от него гораздо сложнее уворачиваться. Ты посмотри на это, а. Давай. Ух ты, он прям даже на меня похож чем-то, да? Ну-ка. Запинать его, запинать его. А? Вам это понравилось? Это круто, согласитесь? Просто добивание на земле. Блин, это круто. И вот так вот можно сражаться с другими игроками. Здесь будут мини-игры такие, где прям именно боксинг. Ну, в смысле, бокс. Давайте обыщем его. Кстати, там было только что еще где-то пометка. Искать камни или что там? Я сейчас не обратил внимания. Да, искать камни. То есть, вот в таких вот залежах камней, видимо, можем искать камни. Я ничего не нашел или что? Search for rocks. Давай еще поищем. Ну-ка, а в инвентаре у меня что-нибудь появилось? Да, вот, смотрите. У нас появились камни. То есть, можно, в принципе, их взять. Холтерс. Я даже не знаю, куда это положить. Ну, например, на быстрый слот. Нет. Карман. Да, ага. У нас у каждого предмета есть свои карманы. Что это я? Все правильно. Я, на самом деле, очень давно уже не слежу за этой игрой, потому что я начал за ней следить что-то около года назад. То есть, рабочие штаны можно убрать отсюда, а вот одеть, например, джинсы, потому что, ну, просто они мне больше нравятся. Начал следить около года назад. Следил, следил, а потом, честно говоря, бросил. И вот сейчас мне прислали разработчики ранний доступ на нее, и мы с вами на нее смотрим. Но, на самом деле, очень круто. Сами видите, что это очень круто. Я предлагаю сейчас все-таки добежать до городочка. Рядом еще зомбарь какой-то ходит. Сейчас, подожди, зомбарь. Городочек где-то там. Вон, я вижу дом. Вон, я вижу дом. Это, скорее всего, даже не городочек, это просто домик. У нас с вами не все хорошо со здоровьем, так что нужно подлечиться сгонять. Давай немножечко побыстрее пробежимся туда, дружище. Прям мухой. Нет, ну это что-то типа мини-деревушки. Кстати, можно попить, безусловно. Анимации еще не все доделаны. Это будет все доделываться. Игра выйдет в раннем доступе. Ой-ой, ты кто такой? Кто-то прям прыгает на меня. Там, смотри, на! На, нафиг! На, сволочь! Да на, я сказал, там еще один где-то. Выносливости вообще нет. На, зараза! Все, устал. Устал. Ты посмотри на него. Да на, нафиг! Так, зараза такая, а! Сейчас так и окочуримся. Давай-давай-давай-давай! В зависимости от того, куда мы пытаемся ударить, в зависимости от того, куда мы пытаемся ударить, персонаж наносит соответствующие удары. Либо руками, либо ногами. Давай! То есть вверх, руками. Да? По ногам? Ногами. Он сам выбирает то, чем бить, в зависимости от того, куда мы смотрим. Ох ты, господи, это я сейчас зря сделал. Зря я на тебя вообще нарвался. Он, я его забил? Да, я его забил. 55% здоровья, но я не думаю, что он меня сейчас подранил. Справа наверху у нас как раз с вами очки фейм, то есть известности. Кто мы вообще? То есть я так понимаю, что очки известности получается за счет того, что... Давайте, знаете, что сделаем? Не могу пока ничего сделать. Сделаем. Мы можем с вами разорвать одежду на куски. Кат. Порезать, разрезать, не разорвать. Так вот. Соответственно, у нас будут набираться очки известности, в зависимости от того, как долго мы здесь с вами выживаем, что мы здесь делаем. Кстати, можно, естественно, поменять вид от первого лица поставить, от третьего лица. От первого лица это выглядит вот так вот. От третьего лица выглядит вот так. Если не ошибаюсь, на F1 должно появляться, ну, то есть количество очков у всех игроков на серваке. Но что-то у нас не появляется пока что. Может быть, еще пока не ввели. Так, секундочку. Одну секунду. У нас с вами что там по здоровью вообще после того, как мы так хорошо подрались? У нас с вами сейчас физическая травма. Вот здесь вот sickness. Стадия первая. Просто, ну, просто больные. Но у нас не идет с вами ни кровотечения, ничего страшного. Но сейчас давайте просто пробежимся по городу. Как видите, графика просто шикарная. Оптимизация. Ребят, первое вот прям вот первое слово про оптимизацию. Вот мы с вами сейчас уже бегаем 20 минут. Посражались, прибежали в городочек. Что-то бегали по, я не знаю, там лесу, по реке. Ничего, ни одного малейшего лага. У меня не самый мощный компьютер. Я оставлю его, естественно, в описании под видео. Ну, также вы можете просто загуглить характеристики минимальные для этой игры. Может быть, даже я добавлю, опять же, в описании под видео их. Так, мы с вами находим очень много консервов. Но нам пока что их просто нечем открыть, потому что это орешки. А вот орешки можно было бы захомячить. Ну-ка, секундочку, инвентарь. Орешки, пожалуйста, давай-ка съедим. Просто поесть. Там есть съесть все, есть просто поесть. Когда мы что-то едим, вещь перекладывается к нам в руки. Если в руках у нас лежало оружие, то оружие, скорее всего, просто-напросто уроним. Ну что, пошли, немножечко полутаемся по домам. Как видите, вот сейчас уже начинается такая составляющая, которую вы могли видеть... Что такое почему-то? Я что-то здесь подобрать могу, как странно. Так вот, вы такую составляющую могли видеть в игре DayZ. Ну и похоже на эту игру, там, например, H1Z1, да? Но чем она отличается от тех игр? То, что здесь все работает хорошо. О, я бы лаклаву нашел. Мне, правда, не очень нравится, и поэтому я хочу ее снять. Я бы, на самом деле, бы лаклаву снял. Ну-ка, что написано? Ну, вообще, на ней написано, что она в основном используется для того, чтобы затруднить опознавание игрока, персонажа, плюс просто в целях камуфляжа. То есть у нее нету никаких параметров брони, соответственно, она абсолютно бесполезна. Еще одни пластиковые ножницы. Нам бы с вами хотя бы нож найти или что-то типа того. Так что обыскиваем все. Соответственно, как видите, там сразу пишут, что типа, но item found. То есть если ничего нету, то и инвентарь не открывается, там, не знаю, у коробки. И мы ничего не находим. Пойдемте в какой-нибудь такой побольше домик, посолидней. Я предлагаю вот сюда. Ну и вообще аккуратным нужно быть, потому что здесь вполне могут быть другие игроки, потому что вы видели, мы заходили на сервер с игроками. Так, металлолом здесь у нас с вами. Хорошо. Здесь в ящиках. Ничегошеньки. То есть я говорю, вот здесь нужно будет привыкать к тому, что можно обыскивать, а что нельзя обыскивать, потому что вот это вот сейчас прямо непонятно. Так что потихонечку-потихонечку будем играть, и я так думаю, что мы все поймем. Мм, шерстяной свитер. Прикольно. Подожди, я его сейчас по идее одел под куртку, да? Да, я его одел под куртку. Нам будет чуть-чуть потеплее, если похолодает. Мне черташеньки нигде нету, мне прям не везет. Я даже не могу найти самую обычную дубинку или палочку. Здесь тоже всякая ерунда. Ну, в смысле, не то, что дубинку или палочку, ну там, не знаю, какой-нибудь нож или ломик, хоть что-нибудь, чтобы можно было защищаться от зомбарей. Здоровье вроде потихонечку восполняется, но довольно-таки медленно. То есть у нас сейчас 58%. Было, если не ошибаюсь, 57%, когда он нас подранил. Ну-ка, может быть, здесь что-нибудь, а? Пожалуйста. Ну, кстати, вот так вот неудобно бегать по дому. По дому удобнее бегать, естественно, от первого лица. То есть нажимаем Enter, переходим от первого лица и вот таким макаром осматриваемся, потому что так как-то удобнее реально. И сразу видно, что можно облутать, что нельзя облутать. Да и просто, не знаю, атмосфернее немножечко. Хотя третьего лица тоже очень классно сделано. А третьего лица тоже очень прикольно. Так, давайте здесь сейчас просмотрю. Наверное, пробегусь, прошвырнусь по ближайшим домикам. Может быть, найду какое-то оружие. Опа! Я нахожу сразу пистолет. Тека М9. Но без патронов. Естественно, у нас с вами есть порох, но, опять же, пока что ничего мы с вами сделать не сможем. В свитер мы это положить не можем. Нам это положить вообще... Можно в руки взять, на самом деле. Также здесь у нас с вами есть тряпки, поразорванные на полосы. Соответственно, при помощи них можно прилечиться. И обычные ножницы. То есть можно пластикой просто выкинуть. Можем попытаться наложить сейчас себе повязочку. Давайте еще разик, секундочку. Инвентарь закрываем, уберем. Уберем от первого лица, поставим от третьего. Ну, то есть выглядит это вот так вот. Следующий момент. В игре есть намокание одежды. Соответственно, из-за этого одежда становится более тяжелой, нам сложнее становится передвигаться. Больше тратится выносливостью, но и просто-напросто нам становится холодно. То есть в этом плане здесь прям очень хорошо все проработано. В этом плане здесь все очень классно сделано. Классная рубашка, флайна налевая. Я хочу, я хочу на самом деле ее одеть. То есть вот это давай... А я могу куда-нибудь ее одеть? Могу. Класс. То есть я могу одеть ее еще под кофту. То есть нам сейчас совсем жарко станет. Нам опять же может быть здесь жарко. Если не ошибаюсь, мы можем вспотеть. Опять же у нас все намокнет. А потом ночью замерзнуть. Потому что здесь должно быть... Слушай, я еще один пистолет нахожу. Ты представляешь? Ты представляешь? Еще один пистолет нахожу. Это что-то ерунда. Подожди. А куда тот пистолет делся? А я его не собрал, видимо, да? Я могу это положить на быстрый слот? Не могу, потому что это должно лежать где-нибудь в инвентаре. Давай вот это выкинем. Камень с тобой выкинем. Дальше мы с тобой вот сделаем как-нибудь вот так вот. И вот пистолет положим вот сюда, да? Нет? Подожди. Пистолет, забирайся. Ага, пистолет занимает 4 слота. Понятно, добавить нам быстрый слот. Пистолет занимает 4 слота. Но можно вот это положить сюда. Камень. Он используется для того, чтобы крафтить какие-то базовые инструменты, написано. Но пока что... Ну ладно, мы с вами соберем в лесу этих камней навалом. Мы с вами это дело соберем. Здесь ничего интересного. Выйти. Мы выходим с вами на второй этаж. Я думаю, если мы отсюда спрыгнем, мы не должны получить урон. Потому что здесь невысоко. Но если мы спрыгнем выше, то, естественно, получим урон. Естественно, есть оружие. Естественно, здесь довольно-таки хорошо прописано ПВП. Про ПВП это прям... В смысле стрельбу с оружием. Это прям нужно делать отдельный выпуск. Здесь отличная баллистика. Здесь очень много всего проработано. Обзор. То есть даже если вам интересно, вообще если заинтересовала игра, я советую просто поискать русские видео по этой игре. Очень многие ребята переводили вот эти все вещи, связанные с оружием, с выживанием здесь. Ну-ка. Может быть здесь что-нибудь, а? Камон. На патроны, чтобы сделать, нам нужен порох, нужен металлолом. Дальше это у нас идет лидплейт свинец. И инструменты. А инструментов мы еще с вами даже не находили. Так, ладно. Ну что, я предлагаю сгонять вот в тот домик. Смотрите, вон там опять за барьей бегает. Кстати, вот бегать мне больше нравится от третьего лица, потому что прям очень хорошо видно, с какой скоростью ты бежишь, вот когда именно от третьего лица. И хорошо можно вот так вот, то есть как бы стрейфить очень удобно. Может быть сражаться будет удобнее от первого лица. Ну там, о, я голоден. А с какого перебога я только что орешки заточил? Ты что? Друг мой, мы же только что с тобой заточили орешки. Ну-ка, давай-ка мы с тобой тогда возьмем вот это вот. Раз, съесть, все. Давай, ешь все полностью. Ну, надеюсь, тебе это поможет. Обыщем стол. Ничего не найдено, зараза, а? Кстати, смотри, я сейчас решил разрезать эти вот тряпки на полоскуты, потому что я их использовал, и они мне нужны. И у меня сразу сломались ножницы. Видимо, ножницы были с очень маленьким показателем прочности, и они сразу сломались. Кстати, здесь есть подъем на чердак. Прикольно. Такое ощущение, что кто-то до меня здесь уже прошел, и все вкусное отсюда собрал. Опа! Магазин. Магазин для пистолета или нет? Ну-ка, секундочку. М9 магазин. М9 пистолет. Хорошо, ладно, давай-ка вот это сюда выложим. Вот это сюда возьмем. То есть... Ну, естественно, у нас с вами пистолет есть. Мы можем... Давайте вот так вот поставим. У нас с вами есть для него магазин, да? И куб. Зарядили. Но в нем нету патронов. И смотри, какая фишка. У нас с вами есть вот такой режим прицеливания, а когда мы зажимаем правую клавишу мыши, мы так немножечко приближаемся. То есть как мы... И края у нас немножечко подразмывает. Так же, как и в реальности. То есть когда вот так прищуриваешься, присматриваешься, то действительно размываются края, потому что... Ну, потому что щуришься. Что это такое? Это вилы. Я все-таки нашел какое-то оружие. Нашел себе вилы здесь. Пластиковые опять ножницы в большом количестве. Ну, типа вот их можно один раз применить для того, чтобы, я не знаю, разрезать что-то на лоскуты. Ну что, погнали как-нибудь на вилы посадим, а? Я сейчас прямо здесь слышу рядышком зомбаря. Мне прям просто интересно, как здесь работает оружие. Вот такое хотя бы оружие. Вон он прямо передо мной из кустах. За кустами, за деревом. Вон он он. Потому что с него тоже что-то может выпасть. Ну. Бежишь? Ох, хорош. А я думал, я его прямо на вилы насаживать буду. Те, он аж потерялся маленечко, да? Слушай, а вот вилами удобнее гораздо сражаться. Ну, это я на всякий случай. Давайте обыщем. Неплохая, в принципе, такая одежонка. Может быть, что-то неугодное будет. То есть, когда обыскиваем, дальше открываем с вами инвентарь и смотрим, что нашли. Свеча, тактический жилет. В принципе, можно вместо камуфляжного одеть. То есть, это можно сделать так. И кьюб. Но. Обратите внимание. Инвентарь. Все вещи остались в том. То есть, сначала вот так, потом экип, а потом, пардон, вот так вот. То есть, все по хардкору. Соответственно, вот такая вот игра. Это на нее первый взгляд. Вы посмотрели основные механики. Побегали по лесу, посражались. Пособирали камни, полутали дома. Я предлагаю сейчас добежать до городочка, который находится вот там. Может быть, даже через лес. Но в него уже придем в следующем выпуске. Он выйдет сегодня. На этом все. Я надеюсь, что вам эта игрушка понравилась. Естественно, сама игра выходит 29 августа. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы хотите увидеть по ней новые выпуски, и вы здесь впервые, естественно, не забывайте подписываться. На этом все. Я сейчас буду идти в следующий город. И следующий выпуск, естественно, начнем уже в нем.